Когда фараон отпустил сынов Израилевых, Бог не повел их через филистимскую землю. Это слишком короткий путь. Бог думал, когда сыны Израилевы увидят, что им предстоит война, они могут передумать и вернуться в Египет. И Бог повел их кружным путем, по пустыне, мимо Черного моря. Походным строем шли сыны Израилевы, покидая Египет. Моисей унес из Египта останки Иосифа, ведь Иосиф взял с сынов Израилевых клятву, что когда Бог о них вспомнит, они унесут из Египта его останки. Покинув Суккот, сыны Израилевы остановились в Этаме, что на краю пустыни. Господь Сам шел перед ними. Днем, как столб облачный, указывая путь, а ночью, как столб огненный, освещая дорогу, чтобы они могли идти и днем, и ночью. И днем столб облачный не покидал, и ночью столб огненный не покидал народа Израилева. Глава 14. Глава 14. Глава 14. им путь. Я сделаю так, что он, упорствуя, погонится за вами. И вот тогда я восторжествую над фараоном и его войском. Узнают египтяне, кто такой Господь. Сыны Израилевы сделали, как повелел им Господь. Царю египетскому сообщили, что народ Израилев ушел. Тогда фараон и его вельможи вдруг передумали, что мы наделали, сказали они. Мы отпустили сынов Израилевых, наших работников. Фараон велел приготовить свою колесницу и собрал свое войско. Он взял с собою 600 отборных колесниц, все колесничное войско египетское. На каждой колеснице стояли опытные воины. И Господь сделал так, что фараон, царь египетский, упорствуя, погнался за сынами Израилевыми. А сыны Израилевы шли, ничего не опасаясь. Египтяне пустились за ними в погоню все конные колесницы фараона, все его всадники, все его войско. И настигли их на стоянке у моря при Пихахироте, близ Балцифона. Фараон приближался, посмотрели сыны Израилевы и видят. Египтяне гонятся за ними. В страхе они стали взывать к Господу. Что, в Египте негде было похоронить нас? Кричали они Моисею. Ты привел нас сюда, в пустыню, чтобы мы здесь погибли? Что ты наделал? Зачем увел нас из Египта? Говорили мы тебе в Египте, оставь нас, пусть мы будем рабами египтян. Уж лучше быть рабами египтян, чем погибнуть в пустыне. Не бойтесь, ответил Моисей народу. Стойте и смотрите, как Господь вас спасет. В последний раз вы видите перед собой этих египтян. Больше вы их никогда не увидите. За вас будет воевать сам Господь. Успокойтесь. И Господь сказал Моисею, что ты взываешь ко мне? Вели сынам Израилевым идти вперед, а сам протяни посох, простри его над морем, и море расступится, и сыны Израилевы пойдут по дну моря, как по суше. Я сделаю так, что египтяне, упорствуя, устремятся за вами следом. И вот тогда я восторжествую над фараоном и его войском, над его колесницами и всадниками. Узнают египтяне, кто такой Господь, когда я восторжествую над фараоном, над его колесницами и всадниками. Ангел Божий, что шел перед строем израильтян, встал позади строя. Облачный столб, что был перед ними, встал позади. Он разделил строй египтян и строй израильтян. Он был как темное облако, а ночью светился. И в ту ночь два строя не сходились друг с другом. А Моисей простер руку над морем, и всю ночь Господь гнал воды моря сильным восточным ветром. Он обратил море в сушу. Воды расступились, и пошли сыны Израилевы по дну моря, как по суше. По правую руку от них стояла стена воды, и по левую стояла стена воды. Тогда египтяне, все конные колесницы фараона, все его всадники, погнались за сынами Израилевыми по дну моря. На рассвете взглянул Господь на египетское войско из столпа огненного и облачного. В ужас и смятение привел их. Он сделал так, что у их колесниц колеса слетали с осей. Египтяне с трудом их тащили. «Надо нам бежать прочь от сынов Израилевых», — сказали египтяне. «За них Господь, он сам воюет с Египтом». И Господь сказал Моисею, «Протяни руку над морем, воды вернутся, и потопят египтян и колесницы и всадников». Простер Моисей руку над морем, и к утру море вернулось. Прямо навстречу его водам бежали египтяне. И вверх Господь египтян в бездну морскую. Вернулась вода и поглотила их всех, и колесницы, и всадников, и все войско фараонова, что погналось по дну моря за сынами Израилевыми. Ни один египтянин не уцелел. А сыны Израилевы прошли по дну моря, как по суше. По правую руку от них стояла стена воды, и по левую стена воды. Так спас Господь в тот день сынов Израилевых от египтян. Увидели сыны Израилевы трупы египтян на морском берегу. Увидели, что сделала с египтянами могучая рука Господа, и страх пред Господом объял народ Израилев. И поверили они Господу и Моисею, рабу его. Глава пятнадцатая Тогда Моисей и сыны Израилевы запели песнь Господу. Воспою Господу. Он велик. Он коня и всадника в море вверг. Господь моя мощь. Он сила моя. Он спасение мое. Он мой Бог. Я прославлю его. Бог отцов моих. Возвеличу его. Господь воин. Имя его Господь. Колесницы фараона. Войска его. В море он вверг. Его лучших воинов в море чермном потопил. Поглотила пучина их. Они камнем пошли на дно. Господь. Твоя рука крепка и сильна. Господь. Твоя рука сразила врага. Велик ты. Недругов ты поверг. Как огонь солому. Твой гнев их сжег. Дунул ты. И вздыбились воды. Волны встали стеной. Твердью стала пучина. Догоню. Настигну. Подумал враг. Поживлюсь добычей. Возьму, что хочу. Меч обнажу. Уничтожу всех. Но ты дунул. И море покрыло их. Как свинец под воду они ушли. Нет подобных тебе средь богов, Господь. Нет могучий подобных тебе средь святых. Страшный в славе. Творец чудес. Простер руку. Земля поглотила врагов. А народ, что тобою спасен, ты повел, защищая, любя, в свой святой край повел. И народы, услышав, трепещут. Дрожат жители Филистии. В ужас пришли вожди Эдома. Страхом объяты владыки Моава. Жутко жителям Ханаана. Пусть же охватит их страх и ужас. Под рукой твоей тяжкой. Пусть станут как камень, пока мимо них идет твой народ. Народ, который ты сделал своим. Ты поселишь его на твоей горе. Там, Господь, ты жилище построил себе. Там, владыка святилище, ты воздвиг. Воцарится Господь навеки. Когда вошли вглубь моря конные колесницы фараона и его всадники, то Господь повернул против них воды морские. А сыны Израилевы прошли по дну моря, как по суше. Мирьям, пророчица, сестра Аарона, взяла бубен, и все женщины пошли за ней следом, с плясками, с бубнами. И Мирьям запела. «Пойте Господу, Он велик, Он коня и всадника в море вверк». От Черного моря Моисей повел сынов Израилевых в пустыню Шур. Три дня они шли по пустыне и нигде не могли найти воды. А когда пришли в мору, то не могли пить там воду. Вода была горькой. Потому это место и называется Мора. Люди стали роптать на Моисея. «Что мы будем пить?» – спрашивали они. Моисей воззвал к Господу, и Господь указал ему дерево. Моисей бросил кусок этого дерева в воду, и вода стала пригодной для питья. Там он дал им законы и правила, там он их подверг испытанию. Господь сказал, «Если вы будете слушаться Господа, вашего Бога, и делать то, что ему угодно, внимать его повелениям и соблюдать его законы, то я никогда не поражу вас теми болезнями, какие послал на египтян. Я Господь, ваш Целитель». Глава 17. Покинув пустыню Син, община сынов Израилевых шла небольшими переходами, следуя указаниям Господа. Они остановились в Рефидиме. Там не было воды, нечего было пить. Люди стали обвинять Моисея. «Дай нам воды!» – требовали они. «Мы хотим пить!» «Зачем вы обвиняете меня?» – сказал Моисей. «Зачем вы Господа испытываете?» Но люди страдали от жажды и упрекали Моисея. «Зачем ты увел нас из Египта, чтоб уморить нас с жаждой вместе с детьми и скотом?» Моисей воззвал Господу. «Что мне делать с этим народом? Они вот-вот побьют меня камнями». И Господь велел Моисею. «Выйди вперед, встань перед народом и возьми с собой нескольких из старейшин Израилевых. Возьми посох, которым ты ударил по водам Нила, и иди. Там, на Хариве, я стану перед тобою на скале. Ты ударишь по скале, и из нее потечет вода. Пусть народ пьет». Так и сделал Моисей на глазах у старейшин Израиля. А место это было названо Масса и Мерева, потому что там сыны Израилевы упрекали и испытывали Господа, говоря, «Так с нами Господь или нет?» Амаликитяне пришли в Рефидим и напали на сынов Израилевых. Моисей сказал Иисусу, «Отбери людей, с которыми ты пойдешь на Амаликитян, а я завтра с посохом Божьим в руке стану на вершине холма». Иисус выполнил приказ Моисея и вступил в сражение с Амаликитянами. А Моисей вместе с Аароном и Ором стал на вершине холма. Когда Моисей поднимал руку, одолевал Израиль, а когда опускал – Амалек. Но руки Моисея отяжелели. Тогда принесли камень, и Моисей сел на него. Аор и Аарон стали с двух сторон поддерживать его руки. Пока не зашло солнце, руки Моисея были воздеты, и Иисус одолел Амалека, перебил его людей мечом. Господь сказал Моисею, «Запиши в книге, чтоб не было забыто, и возвести Иисусу, «Я сотру Амалека с лица земли, и имени его не останется». Моисей воздвиг жертвенник и назвал его Яхвенисси и сказал, «Это значит, Господне знамя в руке. Война Господа с Амалеком из рода в род». Египтяне пустились за ними в погоню все конные колесницы фараона, все его всадники, все его войско, и настигли их на стоянке у моря при пихах и роте, близ бал цифона. Фараон приближался. Посмотрели сына Израилевы и видят, египтяне гонятся за ними. В страхе они стали взывать к Господу. «Что, в Египте негде было похоронить нас?» кричали они Моисею. «Ты привел нас сюда, в пустыню, чтобы мы здесь погибли? Что ты наделал? Зачем увел нас из Египта? Говорили мы тебе в Египте, оставь нас, пусть мы будем рабами египтян. Уж лучше быть рабами египтян, чем погибнуть в пустыне!» «Не бойтесь!» ответил Моисей народу. «Стойте и смотрите, как Господь вас спасет! В последний раз вы видите перед собой этих египтян. Больше вы их никогда не увидите. За вас будет воевать сам Господь. Успокойтесь!» Господь сказал Моисею, «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им так. Вечером будете есть мясо, а утром у вас будет вдоволь хлеба, и тогда вы поймете, что я, Господь, Бог ваш». И вот вечером прилетели перепела. Весь стан был ими полон, а утром вокруг стана выпала роса. Когда роса испарилась, стало видно, что вся пустыня покрыта чем-то тонким и хрустящим, тонким, как иний. Сыны Израилевы увидели, и, не понимая, что это такое, стали спрашивать друг друга, «Что это?» Моисей сказал им, «Это хлеб, который вам посылает Господь». Вот что повелел Господь. Пусть каждый соберет, сколько нужно на его семью, по одному омеру, на каждого человека в шатре. Так и сделали сыны Израилева. Кто-то собрал больше, кто-то меньше. Но когда собранное мерили омером, то оказывалось, что у тех, кто собрал больше, нет никакого излишка, а у тех, кто собрал меньше, нет недостачи. У каждого было столько, сколько нужно его семье. «Ничего из этого на завтра не откладывайте», велел Моисей. Но его не послушали. Отложили до утра часть собранного, и отложенное испортилось, в нем завелись черви. Моисей разгневался на этих людей. Всякое утро каждый собирал, сколько нужно его семье. А днем все несобранное таяло на солнце. В шестой день недели они собрали вдвое больше. По два омера на человека. Когда вожде общины пришли и сказали об этом Моисею, он ответил, «Господь говорил об этом. Завтра день покоя, святая суббота Господня. Испеките, что хотите испечь, сварите, что хотите сварить, и что не съедите, то отложите на завтра». Люди, как и велел Моисей, отложили, что не съели до следующего дня. На этот раз отложенное не испортилось, червей в нем не было. Моисей сказал, «Сегодня ешьте это, сегодня суббота Господня, и на земле вы ничего не найдете. Шесть дней собирайте, а седьмой день суббота. В этот день вам ничего не найти». Некоторые в седьмой день недели пошли собирать, но ничего не нашли. Господь сказал Моисею, «До каких пор вы будете нарушать повеления и правила, данные мною? Смотрите, Господь дал вам субботу, и потому в шестой день недели Он посылает вам пищу на два дня. А в седьмой день каждый должен оставаться у себя и никуда не выходить. И в седьмой день недели народ пребывал в покое. Израильтяне назвали эту пищу манной. Манна была белая, похожа на кориандровое семя, а по вкусу напоминала медовые лепешки. Моисей сказал, «Вот что повелел Господь, пусть один омер манны хранится у вас из рода в род, чтобы всякий мог видеть хлеб, которым Господь вас кормил в пустыне, когда вывел вас из Египта. Возьми кувшин», сказал Моисей Аарон, «Положи в него омер манны и поставь пред Господом, чтобы хранился у вас из рода в род». И Аарон сделал так, как Господь повелел Моисею. Он поставил кувшин с манной храниться рядом с заветом. Сыны Израилевы питались манной 40 лет, пока не пришли в обитаемую землю. Они питались манной, пока не достигли рубежей земли ханаанской. Омер – это десятая часть эфы. Сыны Израилевы пришли в Элим. Там было двенадцать источников и семьдесят финиковых пальм. Там, у источников, они сделали остановку. Глава шестнадцатая Покинув Элим, община сынов Израилевых пришла в пустыню Син, что лежит между Элимом и Синаем. Это было на второй месяц после их ухода из Египта, в пятнадцатый день месяца. Там, в пустыне, община сынов Израилевых вновь принялась роптать на Моисея и Аарона. «Лучше бы нам было умереть в Египте от руки Господа! Говорили сыны Израилева. Там мы сидели вокруг котлов с мясом, у нас было вдоволь хлеба, а вы привели нас в эту пустыню, чтобы уморить весь народ голодом». И Господь сказал Моисею, «Я пошлю вам хлеб с неба, как дождь. Каждый день люди будут выходить и собирать себе еду на день. А я испытаю их, как они соблюдают закон мой. Когда же наступит шестой день недели, и они станут готовить собранное в этот день, то окажется, что они собрали вдвое больше обычного». Моисея и Аарон сказали сынам Израилевым, «Вечер настанет, и вы поймете, это Господь вас увел из Египта. Утро настанет, и вы увидите славу Господню, ибо Господь услышал, как вы на Него ропщите. А мы кто такие? Что нас упрекать?» Моисей сказал, «Вечером Господь не спошлет вам мясо, а утром вдоволь хлеба. Он услышал, как вы ропщите на Него. А мы кто такие? Не нас вы упрекаете, а Господа». Моисей сказал Аарону, «Вели общине сынов Израилевых предстать пред Господом, ибо Господь услышал их ропот». Когда Аарон передал эти слова общине сынов Израилевых, они повернулись в сторону пустыни, и там, в облаке, им явилась слава Господня. Когда фараон отпустил сынов Израилевых, Бог не повел их через филистимскую землю. Это слишком короткий путь. Бог думал, когда сыны Израилевы увидят, что им предстоит война, они могут передумать и вернуться в Египет. И Бог повел их кружным путем, по пустыне, мимо Черного моря. Походным строем шли сыны Израилевы, покидая Египет. Моисей унес из Египта останки Иосифа, ведь Иосиф взял с сынов Израилевых клятву, что, когда Бог о них вспомнит, они унесут из Египта его останки. Покинув Суккот, сыны Израилевы остановились в Этаме, что на краю пустыни. Господь Сам шел перед ними. Днем, как столб облачный, указывая путь, а ночью, как столб огненный, освещая дорогу, чтобы они могли идти и днем, и ночью. И днем столб облачный не покидал, и ночью столб огненный не покидал народа Израилева. Глава 14 Господь велел Моисею, скажи сынам Израилевым, чтобы они повернули назад и остановились у пиха Хирота, между Мигдолом и морем, близ Баалцефона. Разбейте там стану берега моря. Пусть фараон думает, что сыны Израилевы заблудились, что пустыня преграждает им путь. Я сделаю так, что он, упорствуя, погонится за вами. И вот тогда я восторжествую над фараоном и его войском. Узнают египтяне, кто такой Господь. Сыны Израилевы сделали, как повелел им Господь. Царю египетскому сообщили, что народ Израилев ушел. Тогда фараон и его вельможи вдруг передумали. «Что мы наделали?» сказали они. «Мы отпустили сынов Израилевых, наших работников». Фараон велел приготовить свою колесницу и собрал свое войско. Он взял с собою шестьсот отборных колесниц, все колесничное войско египетское. На каждой колеснице стояли опытные воины. И Господь сделал так, что фараон, царь египетский, упорствуя, погнался за сынами Израилевыми. А сыны Израилевы шли, ничего не опасаясь. И Господь сказал Моисею, «Что ты взываешь ко мне?» «Вели сынам Израилевым идти вперед, а сам протяни посох, простри его над морем, и море расступится, и сыны Израилевы пойдут по дну моря, как по суше. Я сделаю так, что египтяне, упорствуя, устремятся за вами следом. И вот тогда я восторжествую над фараоном и его войском, над его колесницами и всадниками. Узнают египтяне, кто такой Господь, когда я восторжествую над фараоном, над его колесницами и всадниками». Ангел Божий, что шел перед строем израильтян, встал позади строя. Облачный столб, что был перед ними, встал позади. Он разделил строй египтян и строй израильтян. Он был, как темное облако, а ночью светился. И в ту ночь два строя не сходились друг с другом. А Моисей простер руку над морем, и всю ночь Господь гнал в воды моря сильным восточным ветром. Он обратил море в сушу. Воды расступились, и пошли сыны Израилевы по дну моря, как по суше. По правую руку от них стояла стена воды, и по левую стояла стена воды. Тогда египтяне, все конные колесницы фараона, все его всадники, погнались за сынами Израилевыми по дну моря. На рассвете взглянул Господь на египетское войско из столпа огненного и облачного. В ужас и смятение привел их. Он сделал так, что у их колесниц колеса слетали с осей. Египтяне с трудом их тащили. «Надо нам бежать прочь от сынов Израилевых», сказали египтяне. «За них Господь, Он сам воюет с Египтом». Редактор субтитров А.Семкин»